...Игнатий говорит, путь монашества, полного послушания, часто неспасительна в современном мире. Речь видена, видимо, более середине XX века. Но необходимо согласие с трудами святых отцов. Ваше мнение вот об этом, в начале XXI века в нашем деле? Дело в том, что есть аскетическое понятие послушания, а есть наше обычное понятие послушания – мирское, человеческое. Это совершенно разные вещи. Аскетическое понятие послушания предполагало отношение между старцем и учеником, или двумя-тремя учениками, которые были в монашестве, в монашестве и только. и только. Там это послушание носило безусловный характер. То есть абсолютное послушание. И это было явление редким только среди монашества и только до тех пор, пока были вот такие действительно святые старцы. В наше время. Об этом пишут эти наши святые, и Игнатий, и Феофан, да, и Иоанн Воламовский, и Гуменник. В наше время нет уже тех бого-одохновенных старцев, то есть видящих людей, людей. Их нет. Восказательный знак. Поэтому в наше время отношения с духовником должны носить характер совета, а не послушания. Тем более, что мы мирские, если мирские люди. Совета, а не послушания. То, что называется на церковном языке часто послушанием, это просто дисциплина. Ну, когда, например, начальник Игумен монастыря, вот тебе быть там-то, тебе там-то, тебе делал тот-то, называют это послушанием. Ну, просто церковный термин. Это дисциплина. А послушание аскетическое – это послушание вопроса духовной жизни, которое, повторяю, которое имело место только между бого-одохновенным старцем и учеником, с которым вместе он жил. И ученик находился в абсолютном у него повиновении. Это редкое явление. Сейчас его нет. А когда мы начинаем копировать, будучи даже мирскими людьми, находим духовника, и потом спрашивают, как мне покупать кору или козову, корову, да, вот, разводит руками, что за чушь. И если этот духовник еще вам начнет командовать, знайте, это не духовник. Бегите от командующих духовников. Признак гордыни. Истинный батюшка скажет вам, я могу вам посоветовать. Причем посоветовать не только от себя, а посоветовать. Вот святые отцы как смотрят на этот вопрос, слышите? Посоветовать, но никак, никак не приказывать. Поэтому в наше время, еще раз повторяю, об этом очень, очень определенно учит тот же Игнатий Ильичин. наше время от отношения совета. А совет, если есть сомнения, можно и не исполнить. И духовник разумный никогда не обидится. Даже более только, когда скажет, вот смотрите, вот святые отцы вот так учат. Он скажет, спасибо, я действительно не знал этого. Спасибо за помощь. Только и всего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.